Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня в начале о главных событиях 17 января. Продолжение следует... Сегодня состоялось отчетное собрание погрануправления ФСБ России, дислоцированного на территории республики. Глава государства в своем выступлении перед пограничниками отметил, что они в своей работе должны учитывать политическую ситуацию руководства республики. Подробности у Агунды Губозовой. Президент Анатолий Бибилов принял участие в отчетном собрании пограничного управления ФСБ России в Южной Осетии. Обращаясь к российским пограничникам, Анатолий Бибилов отметил эффективность их работы. Вы сегодня охраняете государственную границу республики Южной Осетии и охраняете его эффективно. Несмотря на те провокации, которые мы периодически видим со стороны республики Грузия, вы с честью и достоинством реализуете те задачи, которые перед вами ставит руководство пограничного управления. И выполняете те нормативные опыты, которые приняты руководством республики Южной Осетии. Среди угроз, существующих в регионе, Анатолий Бибилов назвал ситуацию вокруг Ирана и вовлеченность Грузии в политику в отношении этой страны. Президент выразил уверенность в том, что опыт и профессионализм российских и юго-остинских пограничников будут противопоставлены возникающим угрозам. Анатолий Бибилов сказал, что сотрудников погрануправления ФСБ России касается и внутренняя политика Южной Осетии. Я бы очень хотел попросить Владимира Сергеевича вас и, конечно же, вас, уважаемые пограничники, чтобы более понятна была политика руководства республики Южной Осетии, это, допустим, конкретно по Ленингорскому району. Почему? Потому что, как мы знаем, сегодня в основном в Ленингорском районе пытаются, скажем так, не то, что рассчитать ситуацию, но давлеть извне. Извне для того, чтобы создать какую-то напряженность. Позиция, она однозначна. Для руководства республика Южная Осетия одна. Он подчеркнул, что эта позиция заключается в общих правилах для всех жителей, вне зависимости от места их проживания или их национальности. И если у нас есть проблемы в Знаморском районе, то эти проблемы касаются и Ленингорского района, и Скинвальского района, и Тярского района. Не может быть, чтобы в одной части одного государства были проблемы, а другая часть занимала нейтральную позицию. У нас люди, они и те же. Права человека, они должны соблюдаться везде одинаково. И я думаю, что в этом направлении мы должны проводить совместную работу. Граница, которая закрыта в Розахан, она будет закрыта до тех пор, пока проблема с незаконным постом в Знаморском районе не будет решена. Президент отметил, что здесь, в Южной Осетии, мы охраняем не только границы Южной Осетии, но и Российской Федерации. Глава государства поблагодарил пограничников за службу и наградил особо отличившегося сотрудника пограничного управления ФСБ России в Республике Южная Осетия медалью на страже мира. Агунда Губозова, Аида Кочева, информационный выпуск. Сегодня. Продолжаем знакомить вас с ходом строительства объектов, сдача в эксплуатацию которых намечена на текущий год. Среди них мемориальный комплекс защитникам Отечества, стройка на завершающей стадии. Что уже удалось сделать и что еще предстоит в нашем следующем материале. Строительство мемориального комплекса защитникам Отечества завершится к весне текущего года. Большая часть работ уже выполнена. Территория комплекса будет разбита на несколько зон. Парковая мемориальная. Дорожка центрального входа, ведущая к основной конструкции монумента, выложена из гранитной плитки. Территория вокруг мемориала уложена брусчаткой. По периметру поставили лавочки, установлены фонарные столбы. По проекту также предусмотрено обустройство зеленой зоны. Высота монумента составляет 6 метров, а ширина памятника около 30 метров. На постаменте барельефами будут представлены скульптуры осетинского и российского солдата, олицетворяющие всех павших за свободу и независимость Южной Осетии воинов. Мемориал будет отлет из бронзы. Скульптура готова. Остались детали, которые дорабатывают скульпторы Северной Осетии. Строительство мемориального комплекса, в котором практически общестроительные работы почти все завершены. А сам вот это, барельеф, он тоже у нас к весне должен уже быть готов. Художники Северной Осетии, они работают. Немножко по срокам они нас подвели. Ну, надеемся, к весне этот объект тоже будет закончен. Возведением комплекса занимается строительная организация «Гарант Групп». Все работы выполняются в рамках инвестиционной программы. Стала Бязарова, Регина Черткоева, Олимпа ТЭФ. Информационный выпуск сегодня. С 17 по 19 января православные христиане отмечают святки или святые вечера. Это период времени в христианском календаре от Рождества Христова до его крещения и связан с различными священными делами, которые совершал Иисус перед тем, как принял обряд крещения. Тему продолжит Фатима Чучьева. Заканчиваются святочные или святые дни, которые после Рождества Христова длятся до 19 января. То есть заканчиваются богоявлением или же, как его еще называют, крещением Господним. Это один из древнейших православных праздников. В этот день Христос пришел на реку Иордан, чтобы пройти обряд крещения. Проповедовал о пришествии Мессии задолго до этого один из самых больших зелотов того времени, то есть равнителей веры Иоанн Креститель. По преданию он узнал Сына Божьего Христа и объявил об этом народу. Это праздник имеет два названия – крещение Господне и богоявление. То есть вот тогда Христос уже открыто был явлен всему человечеству как Бог, потому что сам голос Бога Отца говорил об этом. Этот праздник называется и богоявление, и крещение. Конечно же, Христу не надо было креститься в том понимании, в котором крестимся мы. То есть мы правда очищаемся от грехов и вступаем в новую жизнь, в христианскую жизнь. Но это был именно образ крещения человека, потому что Христос был и Бог, и человек. И вот та человеческая Его часть, вот эта ипостась человеческая, она пришла, чтобы показать и нам, например, как это делать, и чтобы все было абсолютно исполнено, чтобы никто никогда не сказал, что были нарушены законы пророков и законы предков. С тех пор в День Богоявления все священнослужители освящают реки и моря. В храме Пресвятой Богородицы праздничные богослужения начнутся 18 января в 4 часа дня. Начнется богослужение в субботу в 4 часа, мы соберемся в церковь, будет служиться вечерняя служба, она где-то будет идти 30-40 минут. И вот уже после вечерней службы бывает первое освящение воды, вечернее освящение воды. И мы уже освящаем воду, и уже по чуть-чуть, я хочу предупредить, это бывает, там ограниченное количество воды бывает, по чуть-чуть мы будем раздавать святую воду. А уже на второй день, то есть в сам праздник Богоявления, воскресный день, он сегодня попадает у нас в это время на воскресенье, мы будем служить 19 воскресенья Божественной Литургией в 10 часов, после нее мы будем идти на нашу реку Лиаху, на наш Юрдан, и освящать будем там воду. В нашей церкви появилась традиция креститься именно в этот день. И, как отметил отец Иаков, этот обычай прочно вошел в нашу литургическую жизнь. Крестим после Валибагиаса на реке Лиаху, мы тоже крестим, те, которые пришли, они должны сегодня прийти, в 4 часа записаться и пройти оглашение. То есть мы их соберем, и первая часть крещения, которая называется оглашение, она вот, мы будем объяснять, что это такое, это обязательно надо пройти, потому что мы в воскресенье, если кто-то это не пройдет, мы их не сможем крестить в Лиаху, потому что это первая часть. Почему мы разделяем крещение? Во-первых, это и нужно по правилам, это ничем, но мы не хотим, чтобы люди очень долго ждали там на холоде, и чтобы максимально сократить вот тот момент, когда они и дети, и взрослые будут находиться, в принципе, под открытым небом вот уже после воды. Праздничное богослужение пройдет и в храме Святой Троицы 18 января вечером, а после 12 ночи верующие поедут в селу Дменис на реку Ляхва. Там осветят воду, а потом каждый желающий сможет забрать оттуда уже освященную воду. В Осетии с давних пор существует древний обычай Дунескафен, который связан с нашей богатой историей. Надо встать рано утром, в основном это была женщина, и ни с кем не разговаривая, пойти к реке или источнику, и набрать воды. Принести эту воду домой и окропить ею углы и стены жилища. Этот обряд существует и поныне. Все в этот день стремятся принести домой освященную воду и помолиться Богу, попросить очищения от грехов и благодати Божьей. Эльвира Дебилова, Фатима Чочева, Арнольд Харебов. Информационный выпуск сегодня. Очередное доброе дело мецената Ольги Чихоевой. Лауреат премии Куста в области литературы поэтесса передала финансовые средства детям, оставшимся без попечения родителей. На имена ребят открыты банковские счета, куда перечислены деньги. Марьяна Чочева с подробностями. Сегодня лауреат премии Куста в области литературы поэтесса Ольга Чихоева вручила премиальные денежные средства детям-сиротам. Свои решения она озвучила на церемонии вручения премии. Средства были разделены между детьми, потерявшими либо обоих родителей, либо оставшиеся без матери. Когда я получила эти средства, то ни о чем другом я подумать не могла, кроме как о помощи осиротевшим детям. Мне хотелось озарить их сердца светом. Так я пришла к этой мысли. На имена детей-сирот были открыты банковские счета, куда уже перечислены финансовые средства, которые они смогут получить по достижению своего совершеннолетия. До тех пор суммы будут увеличиваться посредством начисления процента. По итогу они смогут получить большую сумму. Прозвучали слова благодарности за постоянное внимание нуждающимся в поддержке детям. Хочу выразить огромную благодарность вам, Ольга Суликоевна, от имени всех опекунов. Вы каждый раз помогаете сиротам и желаю, чтобы вам и вашей семье всегда помогал Бог. Встреча продолжилась с концертной программой, где для гостей прозвучали песни на стихи Ольги Чихоевой. Любовь надплывла, Различшись во греха весна, Не валяя. Марьяна Чочиева, Азамат Кудзев, Информационный выпуск «Сегодня». Во время своей еженедельной пресс-конференции председатель комитета информации и печати Мария Кутаева рассказала журналистам об итогах ушедшего года и намеченных мероприятиях на 2020 год. Подробности в репортаже Алены Уттаевой. Председатель госкомитета информации и печати Мария Кутаева подвела итоги 2019 года и рассказала о намеченных мероприятиях на 2020 год, подчеркнув, что уходящий год запомнился насыщенной культурной программой. Хорошим завершением тематического года стал показ примерного спектакля петербургского режиссера Романа Габрия о жизни и творчестве куста. «В рекордные сроки, буквально за две недели молодой режиссер со своей командой написал сценарий, поставил спектакль, на высшем уровне организовал и озвучку, и музыкальное сопровождение. Музыку тоже писали специалисты вот с этой командой. И работа со светом». Руководители министерств и ведомств готовят отчеты о проделанной за прошлый год работе. На основании полученной информации будет сформирован единый отчет правительства, который направят на рассмотрение в парламент республики. «Руководители министерств и ведомств будут отчитываться с 20 января по 25 февраля премьер-министру республики. Силовой блок будет отчитываться президенту. Налоговая служба перевыполнила годовой план на 54 миллиона рублей. И в общей сложности собственные доходы республики составили почти полтора миллиарда рублей. Это все в основном благодаря работе таможенных органов и налоговой системе». Касаемо продолжения работы в рамках инвестиционной программы глава информационного ведомства добавила, что на ближайшие три года предусмотрена реализация 52-х мероприятий. Алена Тева, Сармат Гузитаев, Вадима Кумаритова, информационный выпуск сегодня. Завтра в Госдрамтеатре пройдет творческий вечер народного артиста Южной Осетии Василия Техова. Праздник получается двойной. Друзья, коллеги, гости поздравят талантливого артиста 60-летним юбилеем и 40-летием на сцене. Эльвира Тибилова расскажет о творческом пути юбиляра. «Не нравится моя работа. Я никогда не пожалел о выборе своей профессии и пути актера». 40 лет на сцене. Народный артист Южной Осетии Василий Техов отмечает юбилей. В Государственном драматическом театре имени Коста Хитагурова пройдет творческий вечер артиста. Дата выбрана не случайно. 18 января Техов отмечает и день рождения. Народный артист стремился еще с раннего детства быть постоянным участником школьных постановок и мероприятий. После окончания школы поступил в Московский государственный Текстильный институт легкой промышленности, но мечту стать актером не терял. Отучившись два года и успешно сдав экзамены, он приехал на каникулы домой к родителям. Как раз в это время знаменитый режиссер Анатолий Азаревич, работавший на тот момент главным режиссером в Югостинском Гостром театре, набирал студентов на курсы актерского мастерства в Придскнинварьском музыкальном училище. Василию посчастливилось попасть в набор и, наконец, осуществить свою давнюю мечту. Играть на сцене молодой актер начал еще в студенческие годы. В 80-х я учился на актера. Наш руководитель Анатолий Азаревич предложил мне роль в своей постановке спектакля «Леди Макбет». Мне досталась роль убийцы. Сама роль была небольшой, но очень запомнилась. За почти полвека он успел воплотить на сцене более 50 образов. От героев детских сказок до драматических ролей в нашумевших спектаклях. Чего только стоит его работа в легендарном спектакле «Геора Хугаева. Кровавая свадьба» по песе Владимира Коглоева «Черные вороны». Спустя годы он сам уже станет постановщиком спектакля, сорвав аплодисменты уже в качестве режиссера. Попробовать себя в режиссерской стезе Василию порекомендовал его учитель Анатолий Азаревич. Первой постановкой для теперь уже признанного режиссера стал детский спектакль «Кулба да густе-те». На сегодняшний день в репертуаре театра пять спектаклей работы режиссера. «Иметь возможность попробовать себя и в режиссерском кресле большое счастье», – отмечает артист. «Мы существуем благодаря зрителю и, в принципе, сейчас, в данный момент, стоим на сцене благодаря служителям. Именно они являются нашим вдохновением и главной опорой артиста», – сознается Василий Тыхов. «Невозможно остаться довольным своим исполнением. Все время находишь недостатки. Однако от спектакля к спектаклю актер совершенствуется и улучшает игру». Завтра, в день рождения актера, 18 января, на сцене Государственного драматического театра пройдет творческий вечер народного артиста. Вечер объединит две даты – юбилей актера, который был в январе прошлого года, и 40-летие творческой деятельности актера. «Мы открыли добрую традицию – с переходом в новое здание театра отмечать юбилей артистов, начиная с 60 лет. Это великие актеры – основа Юго-Сетинского театра. Они пережили все драматические события вместе с театром и не изменили свои профессии. Не буду раскрывать секреты творческого вечера Василия Техова. Скажу лишь, что зрителей и юбилеара ждут приятные сюрпризы». В эти дни народный артист принимает поздравления от друзей и коллег. «Он отличный друг и коллега. Хочу пожелать Василию отметить свое 120-летие в полном здравии и, конечно, вместе с нами. Желаю ему творческих успехов». «60 лет – срок немалый. Хочу пожелать другу и коллеге долгих лет жизни, всех благ, здоровья его родным и близким». Впереди у прославленного артиста много планов. Он также, как и много лет назад, активен, энергичен и полон жизненных сил. «Хочу поздравить наш народ со всеми зимними праздниками благодати и здоровья». На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джуаева. Желаю вам всего доброго и хороших выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова